Все ящики перевернуты, но искали они что-то ценное, но у нас... А здесь личная амуниция спортсменов, да? Да, это личная амуниция, да, тут вот в этих сумках и находится спортивный инвентарь. То есть где-то и шпаги тоже вынесли? Где-то, конечно, где-то выносили прямо с сумками и туда уже вкладывали аппараты, катушки. Что именно в личных вещах еще, ну мы со временем узнаем. Ограбление по адресу Новосельского, 75, произошло в ночь с понедельника на вторник. Главный тренер областной федерации Александр Васютин говорит, что в зал злоумышленники проникли через окно. Вот это перчатки, поэтому, ну что, какие-то перчатки пальцев, если вот перчатка. Это ночью было? Это было прошлой ночью. По следам преступления видно, что грабители действовали сумбурно. Вскрыли кабинет директора и все перерыли. В первую очередь выносили компьютеры и дорогостоящую технику. Амуницию забирали с личными вещами детей. Вот здесь выломали дверь. И когда уже, вот мы, давайте мы тут пройдем, вот тут вот, когда выломана была вот эта дверь, справа были компьютеры, был унесен компьютер. Здесь стояли тоже электроаппараты, которые вот для нас более всего ценные, электрофиксирующий, фиктовальный аппарат. И какие-то сумки детские, точно мы не знаем, еще не все дети были, что унесено. Но самое для нас больное, это то, что вот эти аппараты, они очень дорогостоящие и приобретать нам будет их сложно. Общий ущерб. Наставник оценивают 130-150 тысяч гривен. В полиции пообещали найти грабителей. Не исключено, что инвентарь может появиться на OLX или других сайтах интернет-продаж. Это более дешевая маска, это нашего украинского производителя, это немецкая маска. Поэтому эта маска стоит 100 евро, а эта стоит 270. Костюм тоже, видите, вот он делается из петали, пиваровой ткани, они пробиваются ножом. Причем бронежилеты, вот это пиварно будет. Вот с этого сделается костюм. Вот украинский производитель, вот он дает там в районе 100, а уже немецкий производитель, венгерский, это самые дорогие, он стоит 300 евро. По словам тренера, после серебряной медали на Олимпиаде Елены Кровацкой наших фехтовальщиков преследует злой рок. Главные надежды Одессы на мировой арене пропускают турниры из-за травм. Вся ставка на молодежь, а из-за грабежа подготовка к чемпионату страны и вовсе может быть сорвана. Дмитрий Богомолов, Владимир Ивжич, телеканал Репортер.